Есть ощущение, что я чиркнул спичкой в неком объеме, где присутствует газовоздушная смесь или пары бензина. Этой спичкой было название «Мастер и Маргарита», и что я думаю о том, что я мог бы разобрать это произведение. Это вызвало жуткое любопытство со стороны моих подписчиков, а также со стороны людей, которые меня окружают, потому что, как выяснилось, «Мастер и Маргарита» – это прям какое-то такое наболевшее место. О нем все думают, его все держат в голове, смысл этого произведения. Никто его до конца не понимает, кто-то склоняется в сторону того, что это пасквиль на советскую власть, кто-то, что это религиозное заявление Булгакова. Но толком прийти к каким-то выводам, по крайней мере, пока я наблюдаю за людьми, которые об этом рассказывают, никто не может. То есть, вот в тех роликах, которые я уже успел посмотреть об этом произведении, есть очень много интересных наблюдений и отсылок от текста. Они, безусловно, интересные, но у меня не возникает ощущения, что они правильно трактуются, в том смысле, что они трактуются в некой общей системе, рассказывающей о смысле произведения. Да, отсылки нас ведут к религиозным символам. И что, хочется спросить, и какой из этого вывод, и кто главный герой, и что он хотел сказать, никто сказать не может. При том, что даже судя по количеству роликов, рассказывающих о смысле этого произведения, в кавычках, эта тема чрезвычайно интересная. Я в данном случае вполне возможно оказываю себе медвежью услугу, потому что для меня разбор этого произведения будет сложным. Я не богослов, я не историк, я слабо владею темой в том смысле, что мне придется проделать большое количество работы для того, чтобы быть в теме этого произведения. Но у меня есть существенный плюс, я владею инструментом разбора, инструментом формирования смысла, я его хорошо знаю. И если я попробую применить этот инструмент к тем персонажам, которые есть внутри произведения, возможно, что мне что-то откроется. Возможно, что не откроется ничего, я покажу свою бездарность и бесполезность, такое тоже возможно, и это будет грандиозный провал. В данный момент я не знаю, провал это или успех, но для того, чтобы узнать, необходимо попробовать. Более того, я предлагаю, чтобы мне было не скучно и вам было интересно этим заниматься, я предлагаю сделать это вместе. То есть я, как человек, владеющий инструментом, буду подсказывать вам те аспекты, на которые нужно обратить внимание. И мы с вами шаг за шагом фактически пройдем все произведение вместе. Мало того, я даже буду готов слышать и слушать ваши версии и ваши наблюдения. Я пока еще не очень знаю, как это организовать технически, куда эти версии будут приходить, где я их буду вычитывать, как я буду отвечать, пока не знаю. Потому что эта идея возникла у меня сегодня утром, я вам ее, вот как я ее осмыслил, я вам ее озвучиваю. Чуть позже я расскажу, как это технически будет происходить. Какой я предлагаю сделать первый этап? Конечно же, мы с вами читали это произведение один, два, три раза, кто сколько. Я, например, очень плохо воспринимаю произведение после первого и даже после второго прочтения. У меня ощущение, что я немножко такой чуть-чуть туповатый человек, потому что после первого прочтения я, как правило, ничего не помню. Мне для того, чтобы погрузиться в произведение, мне нужно вытащить из него большое количество подробностей. Тогда в моей голове возникает его структура. Для меня это большой труд, которым я сейчас и собираюсь заниматься. Что мы сейчас с вами сделаем? Я предлагаю перечитать произведение внимательно и под карандаш. Что значит под карандаш? Значит, когда мы читаем, мы рядом держим лист бумаги, куда мы записываем, во-первых, все, что нам показалось странным, непонятным и интересным. Именно непонятным. Потому что самое глупое в момент прочтения произведения думать, что ты знаешь, о чем это произведение написано и что ты знаешь его смысл. Не надо ничего предполагать. Цепляйтесь за то, что вам в произведении показалось странным и неясным. Записывайте все неясности, я тоже буду это делать, которые вы обнаружите в момент прочтения произведения. Это достаточно такая должна быть легкая работа. Не надо пытаться искать неясности в одном предложении 28 штук. Просто вы читаете, 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 оп, за что-то зацепился ваш глаз. Вам непонятно, что это такое и почему. Вы это отметили в листочке, возможно, потом оно куда-то уложится. И читаете дальше. Такое легкое прочтение с фиксированием неясностей. А главная задача будет... Мы помним, что первое, что мы пытаемся выяснить в произведении, это кто главный персонаж. И в «Мастере и Маргарите» на выбор главного персонажа придется потратить некоторое количество усилий. Конечно же, нам хочется сказать, что это мастер, например. Но для того, чтобы быть в этом уверенным, нам хорошо бы посомневаться в своих словах, не принимать ничего на веру, а проверить. Вот проверить прям по сюжету, так это или нет. Что мы для этого должны сделать? Первое, что мы должны сделать, мы должны выписать все действия мастера. Прямо вот с первой сцены, где он появляется, что он делает? Он там смотрит в зеркало, примеряет шапочку. Он там говорит, он прям вот действие, действие, действие. Читаете сцену с мастером и прямо записываете. Раз действия, два действия, три действия. Простые бытовые действия. Причем постарайтесь их не трактовать. Не пытаться объяснить, зачем он это делает. Просто запишите действие и все, каким бы странным оно ни казалось, почесал за левым ухом правой ногой, просто запишите. Не надо пытаться трактовать, зачем он почесал правой ногой за левым ухом, просто запишите. Итак, со всей роли мастера мы выписываем с вами действия и приходим к финалу роли мастера. Смотрим, изменился он в конце или нет. Но это будет чуть позже, но первый этап перечитать произведение и записать все действия, которые осуществляет мастер в этом произведении. Потом мы с вами также действия запишем для Маргариты, для Воланда, для других персонажей. Просто это не нужно делать одновременно. За раз нужно писать действия только одного персонажа. Поэтому первого мы будем выписывать мастера. Я это сделаю со своей стороны ровно в таком же объеме, как и вы. А потом мы с вами на этом этапе, собрав действия, проведем некий консилиум и посмотрим, насколько богатую коллекцию мы сможем с вами собрать. Кстати, в фильме Бортко мастер самый неинтересный персонаж, самый плоский, самый скучный, самый бессмысленный. Это говорит о том, что режиссер либо он не понял этого персонажа, либо Булгаков плохо его написал. Вот мы сможем разобраться, кто из них прав и в какой степени. Поэтому предлагаю запустить этот проект. Как далеко мы в него уйдем, я не знаю. Что мы получим на выходе, я не знаю. Но я надеюсь, что тайна мастера и Маргариты со всеми отсылками, со всеми смыслами, наконец, будет вскрыта. Я буду идти к этой цели. Мне же удалось сделать это с Габлетом и с Ромео и Джульеттой. Будем надеяться, что мне это удастся. И в третий раз с любопытным произведением. Будем надеяться. Что касается московских лекций, я решил внести в них некоторые изменения. Это лекции, которые пройдут 27, 28, 29 ноября в Москве. Значит, последняя лекция 29 ноября должна была быть лекция по Ромео и Джульетте. Я решил немножко изменить ее тематику на более горячую, так скажем. Нет, это пока что еще не мастер и Маргарита. Я просто не успею за это время сделать каких-либо значимых открытий. Но если я успею, я, конечно же, об этом на лекции смогу с вами поговорить в режиме живого общения. Но, тем не менее, третью лекцию я предлагаю посвятить практике драматического разбора. То есть, если первые две лекции это будут у нас «Молчание ягнят» режиссуру для начинающих. Вторая это фильм «Барби. Острая социальная тематика». То третья лекция будет посвящена именно инструменту того, как я это делаю. При помощи какой методики, методики драматического разбора. Я расскажу, как она появилась, я расскажу, как она видоизменялась. Я подробно расскажу, в чем она состоит. Я продемонстрирую, как она работает. Мало того, я предлагаю нам с вами выбрать несколько, иностранное слово, кейсов. Несколько задач, которые мы публично сможем разобрать прямо на мероприятии. Мы возьмем какую-нибудь сцену из «Ромео и Джульетты». Она никуда не денется. Из того же «Гамлета». Я привезу сцену из «Они сражались за Родину». Мы можем взять любимую вами «Ворону и Лисицу», разбор которой вы у меня так часто спрашиваете. Мы разберем басню «Ворона и Лисица» прямо там, при помощи той методики, которую я для вас озаглавлю. Вы сами это сделаете и посмотрите на результат. Я думаю, что мы сюда добавим еще каких-то интересных примеров по разбору. Но главной задачей этой лекции будет осознание, обучение, присваивание себе, возможность разобраться в самой методике разбора, которую я применяю и к Шекспиру, и к фильмам, и к «Мастеру и Маргарите», и к «Вороне и Лисице». То есть это тот механизм, которым я работаю, которым я пользуюсь. Я знаю, что в Москве есть режиссер и режиссеры, которые могли бы быть, даже не могли бы быть, которые будут точно заинтересованы в том, чтобы этой методикой позаниматься. Если у них будет время, я буду рад их инкогнито видеть на этом мероприятии. Для того, чтобы мы могли это делать не удаленно, как мы это делаем сейчас, а чтобы мы могли это делать очно. Поэтому всех специалистов и всех людей, которым это любопытно, но прежде всего, конечно, мне бы хотелось видеть там режиссеров, актеров и специалистов в этой работе. Потому что инструмент, которым я владею, действующий, и заимствовать его для вашей работы – это чрезвычайно полезно. Он не просто действующий. Он приносит конкретные результаты, которые можно продавать в самом хорошем смысле. В своем сериале, в своем фильме, в своей работе, даже специалистам по рекламе, которые должны понимать механизмы того, как эмоционально вовлекается человек в происходящее в вашем сюжете, пусть в рекламном сюжете. Это мега полезные знания. Говорю я и думаю, что цену за лекцию надо бы увеличить, потому что она для специалистов. Но я оставлю ее такой, как и все лекции, все остальные. Поэтому последняя лекция в Москве будет по методике драматического разбора, по ее пониманию и применению. Вот так вот мы сделаем. Все, на этом я прощаюсь. И я воодушевлен и заинтригован мастером и Маргарите. И посмотрим, на что способна методика драматического разбора. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok